и встроенный аккумулятор чуть попозже я вам расскажу две неприятные истории с которыми я столкнулся в процессе эксплуатации фотоаппарата приветствую всех на канале истории с 90-х с вами андрей бушнев и сегодня будет видео сюжет о фотоаппарате Polaroid для тех кто не знает кто слишком молодой это фотоаппарат который был предназначен для производства так скажем моментальных фотографий вы фотографировали какую-то ситуацию и фотография ваша была готова уже буквально в течение двух максимум 5 минут приобретал я этот фотоаппарат Polaroid примерно в 93 году на тот момент я жил в городе Хабаровске и опять же повторюсь как и в первом видео своем о видеомагнитофоне vk 350 в Хабаровске данные фотоаппараты они были доступны я не скажу что он прям был вот вообще там супер-пупер дешевый но если подкопить немного денег в течение месяца или двух не загоняя себя в жесткие рамки то такой фотоаппарат мог приобрести любой на тот момент я вообще учился в школе и накопить на данный фотоаппарат у меня получилось очень быстро напомню что цены в Хабаровске на данную технику или цены например в Москве были просто как небо и земля разрыв был громадный грубо говоря я этот фотоаппарат покупал я сейчас точно не помню сумму я просто пример приведу за 50 рублей в Москве он стоил 1000 рублей вот такие вот цены были с таким разбросом с громадным просто покупал я этот фотоаппарат на нашем рынке вот сейчас вы можете его видеть на google картах путь к нему к сожалению сам рынок внутри посмотреть нельзя только снаружи желание приобрести данный фотоаппарат было просто громадным потому что те кто жили в то время и занимались фотографией то есть сами фотографировали на пленку проявляли ее купали фотобумагу приобретали реактивы то есть проявитель для пленки проявитель для фотобумаги фиксаж как закрепитель по-русски опять же нужен был специальный прибор для сушки фотографий который назывался глинцеватель и процесс производства фотографии занимал очень долгое время все это было томительно ждать пока фотографию ты увидишь пока всю пленку 36 кадров перещёлкаешь потом проявишь пленку потом на фотоувеличитель отпечатаешь фотоснимки эти на фотобумаге проявишь высушишь могло пройти времени от недели до месяца а готовый результат хотелось посмотреть сразу и почти всегда во время фотографирования была мысль а вдруг не получится то есть пока ты не проявишь пленку ты не увидишь получился кадр или нет это сейчас все легко в эпоху цифровых технологий нажал на кнопку сразу видишь результат а тогда такого не было и это было на самом деле очень сильная мечта иметь такой фотоаппарат который сразу давал результат сразу было видно фотографии поэтому руководствуясь именно этими мотивами данный фотоаппарат полароид и был приобретен на тот момент это была самая распространенная модель фотоаппарат а полароид 632 если я не ошибаюсь 636 коза коза под открыть закрыть а теперь давайте я вам расскажу поподробнее про этот аппарат значит здесь вот мы видим что он изготовлен в соединенном королевстве то есть в англии в великобритании есть ремешок вот такой только сейчас ремешки служат для того чтобы свой гаджет вы могли носить вот на запястье а этот ремешок служил для того чтобы на шее увешать и фотоаппарат у вас на груди находился по весу данный полароид гораздо легче чем фотоаппарат зенит зенит е.т. например но по габаритам чуть-чуть прям побольше так здесь вот мы видим окошко куда мы смотрим также на задней стороне имеется окно с счетчиком кадров потом попозже расскажу на передней стороне название полароид в пластике зеленый индикатор защитная шторка сбоку рычаг выброса и две функциональные кнопки фотографирование со вспышкой и без вспышки открываем фотоаппарат внешний вид фотоаппарата полароид 636 коза название сверху фото вспышка которая идеально просто работала на тот момент была самой лучшей самой шикарной вспышкой в темноте все было видно далее видим объектив здесь объектив выполнен из пластиковых линз видоискатель сенсор отвечающий за светочувствительность переключатель этого сенсора фильтра стандартное положение посередине кадр темнее светлее можно было сделать но все фотографировали в стандартном положении резкость снимков была предназначена для фотографирования от одного метра если вам нужно было сфотографировать что-то какой-то объект ближе чем один метр то при помощи вот этого рычажка выдвигаются дополнительные линзы и вы могли фотографировать уже на расстоянии 50 сантиметров так называемая макросъемка в данном фотоаппарате отсутствует элементы питания нет аккумулятора вообще нет никакого источника питания все это приводилось в действие фотоаппарат начинал жить когда в отсек вставлялась кассета с фотографиями для этого толкаем рычажок вверх открывается крышка отсека сюда вставляется кассета серии шестисотой в кассете было 10 фотографий и встроенный аккумулятор чуть попозже я вам расскажу две неприятные истории с которыми я столкнулся в процессе эксплуатации аппарата мы продолжаем обзор дальше два вот этих рычага они предназначены для того чтобы непосредственно фотографировать если мы их оба нажимаем то срабатывала вспышка если мы нажимаем только вот этот рычаг эту кнопку то фотографирование производилась без вспышки но по опыту скажу что лучше было всегда не заморачиваться и нажимать две кнопки чтобы была вспышка тогда фотографии получались хорошими после того как кассета заряжалась вот в этом окошке отображалось количество сделанных и оставшихся кадров то есть после того как кассету вставили в окошке была цифра 10 вставляя кассету сюда через вот эти два металлических валика выходила защитная картонка через вот эту вот защитную шторку после того как эта картонка выходила открывать отсек уже было нельзя иначе все фотографии которые находились в кассете они просто-напросто засвечивались теперь сами фотографии вот такие фотографии у нас получались на выходе прошло столько лет они до сих пор в идеальном состоянии то есть как они были такого качества первоначального так и остались это благодаря тому что фотографии от полароида необходимо хранить фотоальбома чтобы на них как можно меньше длительно попадал солнечный свет если этим правилам пренебрегать то фотографии быстро выцветали еще вы можете заметить что внизу каждой полароидовской фотографии есть три вот таких отсек в них находились специальные вещества реагенты которые позволяли нам получить моментальные снимки то есть они проявляли снимок на проявку уходила от двух до пяти минут и очень многие люди чтобы ну как-то ускорить так скажем процесс проявки начинали трясти вот так вот усиленно рукой синдром такой трясущейся руки но это скорее всего было для самоуспокоения потому что охота было посмотреть что же что же там получилось на самом деле это никак не влияло на скорость эти реагенты которые находились в этих отсеках распределялись равномерно по всей площади фотографии при помощи опять же вот этих двух металлических валиков то есть при выходе они как под прессом все это дело проходило и на всю фотографию равномерно распределялось а сейчас я вам показываю как выглядит изображение в видоискателе вот так это все выглядело теперь истории о том какие минусы были с этим фотоаппаратом первый основной минус это несмотря на то что сам фотоаппарат для покупки был доступен по цене то кассеты к нему были в 3 а то и в 5 раз дороже самого аппарата опять же это в Хабаровске а если брать например в Москву там вообще заоблачная цена была да что говорить даже сейчас если заказывать не из США не с Алиэкспресс а у официальных поставщиков или дилеров кассета из 8 из 8 Карл не из 10 как раньше а из 8 фотографий будет стоить около 3000 рублей далее неприятных моментов с которыми мне посчастливилось столкнуться во время эксплуатации это я так предполагаю было связано с браком самих кассет как-то приобрел я очередную кассету как положено вставил ее и начал искать чтобы пофотографировать сделал всего две фотографии а между процессом съемки этих двух фотографий пока искал удачный кадр я то открывал то закрывал верхнюю часть фотоаппарата тем самым подавалось электричество на светодиод фотоаппарат выходил в режим готовности в общем суть в том что открывая закрывая верхнюю часть аккумуляторная батарея которая находилась в кассете она просто-напросто разрядилась и счетчик у меня остановился на цифре восемь и больше фотоаппарат на нажатие кнопок спуска и открывания вспышки не реагировал аккумулятор сел питание не подается соответственно фотографировать невозможно заменить все это дело на данных моделях тогда не представлялось возможным потому что даже если бы и предоставилась такая возможность необходимо открыть отсек в полной темноте вытащить кассету извлечь из нее севший аккумулятор заменить на другой а они отдельно не продавались на тот момент что уже само вот это действие было абсурдно и напомню что все это нужно было делать в абсолютной темноте ни разу не видя как вообще это все устроено сделать этого было невозможно таким образом можно сказать кассета пришла в негодность я ее просто выкину и второй неприятный момент с которым я тоже столкнулся и это был сразу же прям очевидный брак кассеты после того как я вставил кассету в отсек и закрыл крышку фотоаппарат после того как через защитную шторку выплюнул защитную картонку не остановился и продолжил выплевывать фотокарточки как пулемет одну за другой опустошив всю кассету с десятью фотографиями буквально секунд за 15-20 и вы просто не представляете себе как было обидно и досадно не из-за того что фотографии не получились а то что деньги которые были потрачены на эту кассету они просто были выкинуты на ветер а деньги немалые потому что покупал эту кассету которая оказалась бракована я уже не в хабаровске а в городе самаре на улице куйбышева там был магазин где продавались принадлежности для фотопечати фотоаппарата это магазин зоркий вот на гугл карта я вам сейчас показываю где он раньше был сейчас этого магазина уже нет но несмотря на это пользоваться этим фотоаппаратом для моментальной печати фотографии было одно удовольствие те кто в те времена занимались самостоятельно фотографированием проявкой и печатью фотографий прекрасно понимают о чем я говорю но что еще можно сказать в заключение фотоаппарат безусловно в то время был прорывом компании полароид в индустрии фотографии пользоваться им было удобно просто а сколько положительных эмоций он дарил нынешнему поколению к сожалению уже не понять потому что пришел век цифровой фотографии цифровых технологий и нынешнему поколению уже никогда не пережить тех чувств когда вы впервые видели что фотографию не нужно ждать днями неделями а можно получить сразу здесь и сейчас спасибо большое компания полароид за эти прекрасные моменты вот такая вот история из 90-х если кому что то есть сказать по данному поводу может быть тоже какой то опыт использования фотоаппаратов полароид у вас был пишите в комментариях мне будет интересно почитать и напоследок скажу что ломаться данной техники вообще негде я честно говоря ни разу не слышал чтобы данные фотоаппараты ломались и что их где то там вообще ремонтируют просто не было таких моментов может быть я об этом не знаю но сам фотоаппарат до сих пор в рабочем состоянии прекрасно работает что говорит о высокой качестве сборки на этом все всем пока с вами был фотоаппарат из прошлого полароид 636 и андрей бучнев до сих пор Продолжение следует...